А у нас в студии уже есть гости. Александр, я передаю вам слова. Да, действительно, у нас уже есть гости, непростой гость. У нас сегодня со мной за одним столом стоит легендарный человек, заведующий кафедрой русского, славянского и общего языкознания Таврической академии КФУ имени Вернадского, доктор филологических наук Александр Владимирович Петров. Здравствуйте. Доброе утро. Я позволю себе небольшое отвлечение и наслышан о том, что в этом году исполнилось 100 лет университету Таврическому и вашей кафедре. Это действительно так? Да, действительно, этот год был знаменателен, я думаю, для всего Крыма, поскольку мы отмечали в октябре 100-летие образования Таврического университета и в том числе и кафедры русского языка, которая сейчас называется кафедрой русского, славянского и общего языкознания. Мне хотелось бы сказать о том, что кафедра проводит большую научную работу. Проводит различные конференции, и здесь и для молодежи, и для студентов. Это и конференция наша традиционная по семантике и прагматике языковых единиц. Это и для межвузовская конференция для студентов и школьников, Киэлло-Мефодиевские чтения. Это и конференция для школьников и студентов «Даль совеменной филологии». И вот каждый год мы находим возможность проводить эти конференции. Кроме того, кафедра проводит большую работу со школами. Базовыми такими школами являются открытый космический лицей, сороковая школа, а также школы районные. Это Ивановская школа Нижнегорского района, Перовская школа, тоже районные школы. И недавно прошла четвертая региональная конференция, посвященная изучению творческого наследия Владимира Ивановича Дали. И хотелось бы отметить, что в ней приняли участие директор Ивановской школы Дмитрий Владимирович Котовец, который в своей школе организовал музей Владимира Ивановича Дали. И планируется в следующем году специальное выездное заседание вот в это село, в эту школу, в музей к Дали. Замечательно. Вы знаете, мне особенно было приятно услышать имя сороковой школы, которую когда-то я закончил. Наверное, потому я так довольно грамотно пишу, что именно там обучался. Хотя оно считается математическое при всем при том. Ну что же, я думаю, что вот, наверное, каким-то определенным таким символическим подарком стал тот факт, что на конкурсе «Фундаментальные научные открытия» «Золотой фонд отечественной литературы» науки, прошу прощения, вот к столетию кафедры вы получили приз. Действительно так? Расскажите об этом, пожалуйста. Да. Вот мы послали в Академию естествознания свои работы по кафедре, по истории кафедры. И нам был присужден диплом «Золотая кафедра России». Прежде всего, этот диплом, этому диплому достаиваются те кафедры, которые имеют работы по непосредственно истории кафедры, а также вот за активную научную работу. Ну, столетие кафедры – это действительно повод гордиться. И столетнюю кафедру назвать «незолотой» довольно сложно, согласитесь. Я думаю, что справедливо все. Скажите, пожалуйста, а действительно ли существует на данный момент в Крыму проблема, да, и вообще в России, по снижению грамотности населения именно в русском языке? Да, естественно, мы это все наблюдаем. И вот на кафедре еще одно направление выделено нами – это изучение языка города. И мы стараемся приобщить и школьников, и студентов именно к тому, чтобы они наблюдали за речью, в данном случае горожан Крыма, собирали вот эту информацию, и потом мы ее обрабатываем. И что важно очень, что среди вот этой безграмотности мы находим вот то творческое начало, которое характерно для хорошей речи. И новое заключается в том еще, что мы вот эти собранные факты потом анализируем на занятиях. И совсем по-другому проходят вот те темы академические, когда студенты узнают вот свои контексты и могут проанализировать их. Но главное еще и услышать, понять, отобрать вот из этой речи вот тот драгоценный материал. Скажите, а вот у симферопольцев есть какой-то свой особенный лексикон – тезарус? Ну, вы знаете, это очень интересное направление. Связано оно с регионализмами, с филологической регионалистикой. И интересно то, что начало этой работы положила доцент нашей кафедры Ли Сергеевна Пастухова. У нее и статьи выходили научно-популярные. Говорите ли вы по-симферопольски, например. Да, вот мы стараемся такие факты искать. То есть все-таки есть у симферопольцев свои лексические особенности. Ну что ж, это замечательно, потому что действительно Крым, он самобытный, он совершенно разный. И это просто здорово. И напомню, у нас в гостях находится завкафедра русского, славянского и общего языкознания Таврической академии КФУ имени Вернацкого, доктор филологических наук Александр Владимирович Петров. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам. Была очень интересная беседа. Мы будем с вами обязательно дальше сотрудничать. И наверняка вы еще много чего интересного нам расскажете. Спасибо, спасибо. Спасибо большое.